Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! И сегодня мы продолжаем тему «Дома на глину». Почему эти дома стоят 300-500 лет? Почему они не рушатся, если у них есть плита перекрытия? Почему эти дома выдерживают землетрясение? Почему они прочнее, чем бетон? Я расскажу в этом видео технологию каменной кладки на глину. Есть комментарии, что глина высыпется, размолкнет, отсыреет. То же самое может произойти и с бетоном, и с раствором. И вообще, дом на глину дольше простоит, чем железобетон. Это уже показывает опыт. Если у нас дома глину стоят 500 лет, то бетонный дом будет стоять 100 лет. Как нам говорят, что бетонный дом стоят 100 лет. Нет. Если он стоит где-то там в сухом месте, где нет соли, ничего нет, он может там и дольше постоит. А если он стоит на ветрах, возле моря, так он и быстро разлазится, потому что арматура внутри начинает ржаветь, она начинает проникать сыростью, и она начинает рвать. И иногда люди даже арматуру суют потолще, чтобы там 20-ку, 18-ку. Да это не будет держать, потому что такая арматура, она наоборот приобретает огромную силу, огромную силу, и она начинает рвать. Лучше тонкую арматуру применять. Каменный дом, сложенный на глину, сложенный на подручный материал. Давайте любой камень. Камень глиной закидаешься. Например, она здесь как бы выпирает. И сразу берем камни, вот такие маленькие камни, и сразу забиваем, забиваем, вот сюда забиваем, 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 забиваем. Все везде расклиниваем, расклиниваем, расклиниваем. Видите, они сюда шевелятся, я его раз могу убрать. Сейчас глина мокрая, Поэтому они убираются легко. И даже если дождь будет омывать такую стену, он не вымеет глину. Многие говорят, что глина вымеется, глина выдуется. Это самое стабильное строительство на глину. Потому что на глину дом дышит то, что вы любите. Во-вторых, глина не выделяет вредных веществ. В-третьих, глина самоочищается. Летом она высыхает, зимой она немного набирает влагу. И все это заживляет все поры, которые создаются после землетрясения. Поэтому глина, я вам скажу, это очень выгодный материал. Вы можете набрать у себя под ногами эту глину, эту землю. Вот это то, что вы видите. Из этого всего можно строить. Вот это все можно брать в эту мешалку и заливать. Посмотрите на эту сторону. Маленькие песчинки, отсев, глина совместно с соломой, со всем, что можно. Просто глина размокла, разбухла и не упала. Она держится все равно. Это внутренняя сторона. Если ваш дом расклинен вот такими мелкими камушками, никуда ваша глина не денется. Вот здесь более-менее такая глина в яскоре. А вот на той стороне есть песчаный раствор. То есть не просто глина, а она совместно с песком. Если, скажем, у меня заказ строить дом с глиной, то нужно создать консистенцию такой глины, чтобы она не была сильно вязкой, и чтобы она была как бы нормальной. Функция такой глины — закрыть все поры, все пустоты, которые внутри. Вот ее главная роль. Да не имеет значения даже глина, земля или что. Самое главное, чтобы это был монолит, чтобы не было пустот в средине. Если есть пустота в средине, то это уже проблематично. Это уже и сырость там, и сами камни уже не держатся. То есть заливать вот эту пустоту, которая в средине создается между камнями. Вот, допустим, стена у вас 50, 60 или 70 сантиметров. Здесь камень положили, здесь камень. В средину глину залили, то есть расклинили там вот разными такими маленькими камушками, чтобы все стало монолитом. И вот если у вас пустоты в средине нет, то какая проблема у вас будет это стоять? Вы знаете, вот такую кладку в один этаж можно сложить на сухую, и сверху сделать плиту перекрытия, поштукатурить, и она будет стоять нормально. За счет правильной расклинки, расклинка должна быть как внутри, так и наружи. Камень должен ложиться так, чтобы он имел нижнюю платформу, и верхнюю платформу. Камень вот поставил, его нужно обязательно ударить, для того чтобы он стал на свое место. И потом расклинить, как вы видите, каждый камушек маленькими камушками расклинен. Также сама внутри эта расклинка должна происходить. И потом уже делать забутовку. На расклинку, конечно, уходит много времени. Если камень не расклинен, то, конечно, такая кладка не будет держать. Не надо ставить вертикально камни. Не надо ставить, то есть вот такие, под таким углом вот вы его ставите. Да, он может становиться красиво, на него посмотреть, либо при первом морозе он выпадает. Вот даже здесь, если вы посмотрите, тоже вот видите, то есть камень не положен вглубь, он где-то где-то выпал, но он уже отслужил свое время. Видите, вот там нету, и у него не было такого состава вглубь. Поэтому такие камни, они могут легко выпадать. А я здесь уже 20 лет, и этот дом был тогда без крыши. Сейчас тепла по нем вода, и, видите, ничего не произошло. Вообще ничего. Нет такого, чтобы стена там, раз ты сама вымывает твошь, нет ничего, ничего не вымывается. Все нормально держится. Там такие потоки прямо воды были, видите, но все стоит на своих местах. Дом был заштукатурен, известковой штукатуркой. Нормально держит, нормально держит. Я не знаю, он весь был заштукатурен или нет, но где-то пооставался. Весь остался. Здесь внутри и наружу. Вот здесь все надо будет ободрать, ободрать молотком. И все это будет по-новому делать. Штукатурка, конечно, не известковая, а более современная. Внутри и наружу мы будем прокапывать здесь траншею. приблизительно 340 см, для того, чтобы залить бетон, для того, чтобы укрепить фундамент этого дома. Вот это то ли камин, то ли печка. Однозначно здесь можно было разварить костер. Весь все уходило туда. Ну и тепло, и шумно на дом. Я думаю, что как-то так служило. Где-то зимой готовили их тушить. Туда пошел дымоход и дымоход наружу. Здесь извести. Много-много лет она накладывалась, ложилась. Ну, короче, для того, чтобы камни не стреляли, когда сильный огонь. И, видать, просто красили, белили. Ну, то есть, извести. Ну, и здесь вот перекладина. Это нормальная перекладина. На ней как бы делали огонь. Вообще, как вы видите, дом не просто обрабатывался камень. Камень классный, хоть какой. Самое главное, создать контуры. То, что сейчас не умеют делать. Вот, смотрите. Камень-контур. Созданный контур. Вот, смотрите. Здесь, вообще, камень уже начал расслаиваться. То есть, он уже потуставший немножко. Вот. Но, он еще будет держать. И обратите внимание на саму арку. Арка, конечно, более обработана уже. Вот здесь, смотрите. Вот, мастер нашел контур. Приблизительно. У него даже и не стал обстукивать. Он толк знает. Лицо есть. Другое лицо есть. Вверх, вниз. Все. Ставим. Греки очень дорожат своей историей. И сегодня человек, который когда-то жил в этом доме, подошел к Юре и говорит. Слушай, а ты можешь отдать мне вот эту вот перекладину? Как память. Потому что ее еще моя мать красила. В прошлых видео мы услышали много комментариев, что дома на клину, это всего лишь прошлый век. Это ненадежно, угрюмо и непривлекательно. В доказательство того, что глиняный дом переживет многих из нас, что глинистый дом идет в наследие, предлагаю посмотреть экскурсию. Мы с вами отправляемся в средневековый город Хору, где недвижимость одна из самых дорогих в Европе, где экологически чистые дома сложены на глину или на известняк. стоят по 400-500, а то и тысячу лет. Дожили до наших дней. И этот город охраняется ЮНЕСКО. Я его называю город «Слитый в одно», потому что домик к домику как бы прилепленный, как бы одним целым, слитый в одно. Мы сейчас пытаемся обойти в средину, и у нас тут такая паутинка не пускает. Сейчас мы ее разорвем и войдем в средину. А я могу и так? Да, для того, чтобы вам показать. Ну и сам им посмотреть. Пойдем. На Хоре есть один дом, который служит талоном каменных кладок, именно на глину. В данный момент здесь нет штукатурки, то есть видны все камушки. Мы можем посмотреть, что значит дом, сложенный на глину. Это здание в данный момент как памятник архитектуры. Мы здесь можем увидеть качество кладки, то, как необходимо класть камни. Вот смотрите, видите? В камни как бы, перевязка идет не только наружная часть, а и внутренняя часть. И вот смотрите, вот видите? Вот здесь такой как бы, жалобок идет. Как нам сделать? Мы берем камушек, вот я его достану, и перекладываем. То есть надо поменьше камушек взять, и вот они перекладываются, 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 перекладываются. Глина, все, сверху накладывается другой камень. И за счет этого стоят долго-долго каменные кладки. Допустим, мне надо сделать на глину дом. Положить вот здесь камень, вот у меня камушек. Посмотрите, если он у меня такой, вот такой камушек, он идет и сразу придавливает вот этот камень. Здесь камень, и здесь, и еще посередине все придавливает. У него есть конкретная точка опоры. Он давит и на этот, и даже если будут ливни там лить, в таком случае сложно ему разъехаться, потому что между этим камнем и этими камнями будет создаваться трение. Вот он камушек, вот он, вот они пошли камни, вот они пошли. Следующий камень, вот этот камень, вот сюда, зайти вот-вот. Здесь вот мы закладываем немножко, и тоже он пошел вот сюда, то есть вот вид разреза, вот замок. Перевязка лицевая сторона, перевязка вот с торца, то есть если мы его разрежем, она будет так, и перевязка сверху, то же самое идет. То есть три компонента в одной кладке. Тогда уже не надо беспокоиться, что это все рассыпется, или что это все попадает. Это никогда не выпадет, если вы будете правильно ложить камни. Вот если вы посмотрите на ту сторону, на эту сторону, на эту сторону, порожек. Видать, комната была, я не знаю, что здесь было, но я о другом. Я о том, что как необходимо холост камней. Камни идут вглубь, но вы посмотрите, вот здесь был камень, вот такой камень был, правильно? Вот здесь маленькое колечко, камушек, и вот следующий камень, если его возможно поставить вглубь, поперек, они являются носителями самой стены. и вся крепость дома, это поставить каждый камушек правильно. Это отдельный образ мышления, образ того понимания, что ты делаешь. Это мастерство, это уже квалификация у человека, если он умеет правильно класть камни. Это византийская кладка на самом деле. Вот она, вот она красавица, вот они камушки. Византийская кладка, это в первую очередь ровные стены, но кривые камни. Это во вторую очередь кривые камни переложены маленькими, маленькими, тонкими камушками, для того, чтобы сделать вот эту всю расклинку. Вот это и есть византийская кладка, когда добавлены вот такие керамические плитки из разного камня. И вот кто-то написал такой комментарий, что глина, это фуфло, это все выдувается. Глина, это фуфло, которое не всегда выдувается. Глина, это тот материал, видите, как сыпется, песчано-глинистый. но он никогда не будет сыпаться, если расклин сделан. Вот смотрите, расклин, 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 расклин. То есть, если глина захочет просто вот так взять и посыпаться, она не сможет. Глину, если захотите просто с какого-нибудь воздуха и выйду, это не получится. Глину, если захотите даже вымыть, это не получится. потому что в глине, вот если так посмотреть, в этой же глине, там существует отсев даже, и глина глини отсев к отсеву, и все это получается жесткий такой материал, который держит вот такие стены. Дом, сложенный на глину, в византийском формате, получается долговечный, вековые стены. часто можно увидеть вот такие камни. Видите, как бы не совсем ровная лицевая сторона или вот эта. И вот по ниточке, если смотреть, то есть, очень важно, чтобы вот эти камни уже шли по ниточке. Видно, что работа качественная, дико смотрится, то есть, очень красиво. эта стена, видимо, была положена современными мастерами. Вот эта стена сложена на цементный раствор. Видите? Цемент. То есть, идет в середину отсев, известь и цемент. Видите, какие крупные камни, камушки, то есть, отсев однозначно, там известь есть. Каждый камушек, он по-своему несет что-то тебе, человеку. И каждый камень можно вот так сидеть, рассматривать, и изучать. То есть, как в горной местности. Вот, ты где-то там, на горе у тебя дом, ты сидишь и смотришь, вот там, вот агора, вот агора. И так же само, когда у тебя, в твоем доме, есть каменная стена, ты можешь смотреть. Это не просто белая стена, где ты ничего не видишь. Здесь ты видишь всю историю, древнего строительства. И, конечно, сидя в таком доме, видя такие стены, это создает определенную энергетическую атмосферу. Интересная такая деталька. Кто скажет, для чего она? Я думаю, для спичек, наверное, да? Возможно. Могу сказать, раствор, как делается вот сюда. берут самую покровенную изюсть, с цементом, и она становится мягкой. То есть, можно сделать определенные зазоры, как вот здесь. Видите? Видите? Вот здесь и выдвинут камень, там вообще ничего. Вот здесь сделано с определенным орнаментом. Ну, и, конечно, вывод, тоже сделанный красиво. Вот это, допустим, камушек из какой-то дверного косяка, взятый. Видите? Ровненький. Это диковатый камень. Вот это тоже с чего-то. То есть, разные камни. Здесь, на хоре, если обойти этот район и посмотреть, там можно много чему поучиться. Очень много вот такой керамической плитки, например, и она очень ценится в этом регионе. Такие дома заслуживают своего уважения, потому что они простояли очень долго, они выдерживают землетрясения, они продолжают стоять, и даже после того, как у них не оказываются крыши. Вот я помню, на Украине, когда ты что-то там с деревом мустишь, я начинаю думать, что это нехорошо, нестабильно. мы видим обратную сторону дерева. Дерево, если хорошее, смотрите, и там, смотрите, как бы тонкая полоса, тонкий брусочек, но он держит такую кладку, он не прогибается даже, он не выгибается, и вот здесь, смотрите, ничего не выгнулось, не выдавило, ничего. Они простояли уже, может, до 100-200 лет, и дерево прекрасно держит кладку, сложенную на глину. сейчас дерево кладут, и сверху делают опалубку, заливают бетон, арматуру, армируют, для того, чтобы это было прочно. Раньше этого не делали, раньше поставили деревяшки, поставили сверху камни на глину, и все, и это стоит ликами, там нет бетона, все сделано просто. Я хочу, чтобы вы научились оценивать ту или иную кладку, и говорить по существу. Потому что, многие видео, которые делаются, там тоже допущены ошибки, и вы должны их заметить. В каждом видео, я где-то допускаю ошибки, ребята допускают ошибки, и вы должны их заметить, и все это обговорить, для того, чтобы и я учился вместе с вами. Заключение. Только благодаря правильной каменной кладке, и расклину камней, эти дома стоят по 500, а то и выше лет. Следующее видео, о том, какой тайник мы нашли под домом, или емкость для вина. Подписывайтесь на канал, стройте из камня, мастера, учитесь зарабатывать на камне, учитесь строить из камня прочно. Для этого и создан этот канал. Состоятельные люди, заказывайте работы, мы приедем и построим. Если у вас порядок с деньгами, у вас не будет проблемы с мастерами, если вы будете иметь дело с нами. Я желаю, чтобы ваши дома остались вашим потомкам, чтобы и через 100, и 200, и 1000 лет ваш дом стоял. Стройте из камня, стройте дома на глину.